Всем привет! Я продолжаю сортировать свои детальки LEGO, и на этот раз я хочу рассортировать свои редкие. То есть сюда я складываю все-таки необычные детали. Конечно, здесь перемешку виднеются и те, которые мы до этого сортировали. Например, вот такая вот большая пика. Ну, её я положу к стальным деталям, которые были в прошлой серии распакованы. Также, естественно, вот такой вот магический шар довольно интересный. Выходил, по-моему, всего лишь один раз. Также ещё вот такая вот интересная искривлённая антенна. Я уже не помню, из какого она набора. Если кто знает, напишите в комментариях. Также ещё вот такая вот крыша от Галли Поттера. То есть, ну, большие детали, скорее всего, положу куда-нибудь отдельно. И также ещё у меня имеется вот такая вот маленькая баночка. Я складываю тоже необычные детальки. Например, вот такие вот палочки от Галли Поттера. У меня остаются запасные. То есть в одном наборе, допустим, дали количественную. Там надо одну использовать. И в другом наборе тоже одну количественную. Ну, я вот так вот одну разломлю. Можно будет тоже потом куда-нибудь использовать. Или как для интерьера положить. Также всякие ключи. В общем, всё отсортируем. Также ещё головы планирую разложить. Потому что из Hidden Side я обычно храню своих персонажей как монстров. И у меня поэтому много довольных остаётся. Собственно, вот куча голов у меня имеется. Также ещё от Викингов. И также ещё потом, возможно, остальные доложу. В общем, всё. Мы с вами красиво рассортируем. Также ещё следующий обзор я планирую сделать на набор по Звёздным Войнам. Вот небольшая подсказка. Там присутствует вот такой вот дроид. Если кто угадал, что это за набор, напишите в комментариях. Там присутствует вот такой вот дроид и ещё парочку минифигур. Ну что ж, давайте я всё это отсортирую. И уже посмотрим, что у меня из этого получилось. Вот я отсортировал все детали. Ушло, наверное, больше часа. Довольно долго всё пришло сортировать. Конечно, всё это будет пополняться. То есть я буду что-то где-то находить, добавлять сюда. То есть это не окончательно, как всё это выглядит. Поэтому некоторые вот эти вот отсеки могут казаться такими полупустыми. Но потом в дальнейшем, естественно, всё заполниться. Ну что ж, давайте смотреть с оба полег. Начнём, пожалуй, с вот этого. Сюда я, кстати, переложил некоторые детали, которые до этого лежали в прошлой коробочке. Например, вот здесь вот у меня расположились все водные приспособления. То есть сюда положил спасательный круг. Также баллон, чтобы под водой дышать. Также ещё вот вёсла сюда, чтобы там всё это не мешало с инструментами. И было удобнее, если что, искать. Сюда вот я не знал, что положить. Но потом решил, что всё-таки лучше, наверное, собрать. Это у нас амуниция от клонов. Собственно, их очки, которые по вершлему одевались. Также ещё различная вот такая вот броня, которая сверху к ним крепилась. Ну и также ещё сюда я положил вот такие вот детали. Уже не помню, из какого они набора. Я не знал, куда деть, но пусть здесь полежат всего лишь три штучки. Также здесь у нас расположены всякие светящиеся кубики. Всего у меня четыре штуки. Вот это вот, кстати, до сих пор светит тускло. Но можно заметить, что у нас ещё светит. И также ещё три вот таких вот старых, которые ещё, по-моему, выходили в наборах по ExoForce. Они уже не светят. Хотя, возможно, здесь можно как-то разобрать и поменять батарейку, чтобы они светили. Они всегда как-то тускло светили. Там ещё должна была такая трубочка крепиться, чтобы направлять это свечение. Ну, как-то мне это не нравится, как выглядело. А вот сюда я, опять же, не знал, что положить. Поэтому решил сложить вот такие вот знаки для LEGO City, которые раньше выходили. Такой наборчик небольшой был. Там была куча знаков. Вот парочку из них нашёл. Также ещё положил сюда всякие вот такие вот трубочки. И также ещё сюда положил вот такие вот две антенны. Одна такая лава из лавового монстра, который был в наборе с Человеком-пауком. И также ещё вот такая вот зелёная, уже не помню откуда. Ну и также ещё несколько вот таких вот LEGO верёвок с точками, которые отлично подойдут для всяких самоделок. Вот здесь уже находится более интересное. Собственно, сюда я собрал всё такое магическое. Это вот такой вот шар, который очень давно выходил в Старых Рыцарях. И также ещё вот такие вот всякие полупрозрачные детали. Например, молния. А также ещё вот эти вот детали, кстати, которые я вытащил из набора, там, где у нас был Королевский коготь. По фильму «Чёрная пантера» там в обзоре я говорил, что я вытащил некоторые детали, потому что их не было видно. И вот добавил их сюда. Как по мне, отлично будет для всяких самоделок, когда делаем что-нибудь магическое. Вот это, кстати, из Биониклов. Это Леговский. Сейчас таких уже не делал. То есть он весь такой резиновый, довольно прикольный. Раньше выходил в Биониклах. А также ещё сюда положил вот такие вот рога от единорогов. По-моему, они были у меня из наборов Юнитити. Несколько вот таких вот кошечек в мешочках. Что-то типа мини-фигурок было. И там вот у меня остались как запасные. И также сюда положил вот такую вот голову. Она необычная. То есть она полностью серая. То есть ни с какой стороны нет рисунка. Можно использовать для статуи. А также ещё у меня вот такая вот молния. У меня раньше в городе был такой небольшой магазин, где продавали Лего. И также ещё там было Боу Лего. То есть Лего Систем. И там вот я нашёл несколько человечков тогда взял. Они мне, кстати, до сих пор лежат. Первые мои два Боу-человечка. И также была вот такая вот молния. Тоже её там купил. Не знаю, от какого она набора. Возможно, кто-то её сам погнул. Но так вроде всё аккуратно сделано. Единственное, что пипочка отломана. Так что если кто знает, напишите в комментариях. Потому что я искал, что-то не смог найти набор, где выходила вот такая вот изогнутая молния или антенна. Ну, также ещё сюда меча Саша Вентрос положил. И также ещё несколько вот таких вот прозрачных топоров. То есть один у нас вот такого вот красного цвета. И также ещё вот такое вот лезвие от синего топора. Может потом соберу такие магические топорики. Будут выглядеть очень интересно. Ну и также ещё вот такой вот меч из Лего минифигурок. Ну здесь у нас такое уже идёт менее интересное. Это вот такие вот кучи сюда положил наручников. Да, я их переложил из прошлой коробочки сюда, чтобы было удобнее их использовать. Потому что наручников действительно очень много. И также ещё всякие вот такие вот ключики тут лежат. Ну и наручники старые из Бэтмена. Они такие вытянутые. Хоть они мне не особо нравятся, но всё равно пусть лежат здесь. А также ещё сюда я положил более такие редкие детали, которые не знал куда. Например, вот такой вот старый спасательный жилет. Возможно, даже это, по-моему, пожарник, а не спасательный, который в воде плавает. Он такой тоненький. Выглядит очень интересно. У меня больше таких нет. Сейчас, кстати, такие уже нигде не выходят. Также ещё сюда положил вот такие вот мечи из Принца Персии. Вот такие вот кинжалы. Также их ещё давали эльфам в наборах по Хоббиту или востелин колец. Ну и также ещё такой гаечный ключ из набора Эксофорса. И ещё вот такие вот когти, уже не помню откуда. Вот, возможно, тоже из какой-то мини-фигурки. А здесь у меня расположились вещи, которые одеваются сверху. Это вот такие вот корзинки, чтобы что-то в них складывать. Можно, например, кому-то персонажа дать как будто рюкзачок такой сзади. А также ещё вот сумка Диан Джонс у меня нашлась. И ещё вот такие вот для клинков Принца Персии. Можно туда вкладывать. Ну, можно любые. Например, кинжиагисты изначально выходили в наборах по Принце Персии. Так ещё вот такой вот самодельный джетпак тоже решил сюда положить. Пусть пока здесь лежит, раз место есть. А также ещё куча чемоданчиков. Сейчас с этим что-то редко выходит. Но вот раньше довольно часто вот такое вот количество чемоданов. Можно свой Лего Аэропорт собрать. Создать какой-нибудь конвейер и там разложить все эти чемоданы. Он, думаю, будет неплохо выглядеть. И также ещё вот такой вот ноутбук, который выходил в наборах по Лего Агентам. Он, кстати, правда открывается. А сейчас такие ноутбуки, кстати, тоже выходят. Но вот в Лего Агентах тут было вот такое вот изображение. Это, кстати, наклейка. Ну и также ещё в углу у меня здесь расположились вот такие вот прозрачные детали. Можно использовать для того, чтобы создать эффект, как будто что-то летит. Например, сделать такую какую-нибудь самодельную подставку для какого-нибудь звездолёта или самолёта. Ну и также ещё вот такие вот прозрачные Лего головы, которые можно использовать как светильники. Или же как будто какие-то баночки. Ну что ж, теперь давайте рассмотрим вторую коробочку Сюда, кстати, переложил некоторые шлемы То есть положил вот, допустим, вот такого вот от робота И также еще вот такие вот, которые от мотоциклистов Потому что там они тоже занимали довольно много места Пусть лучше лежат отдельно А также здесь у меня находятся волосы и бороды Это у нас мужские волосы и бороды Конечно, все это будет пополняться Потому что здесь, например, женские вообще всего две прически Но на самом деле у меня их должно быть больше То есть если где буду находить, сюда буду добавлять Также еще вот такая вот шляпка, которая вставляется сверху Потом тоже, возможно, куда-то поставлю какому-то персонажу Также здесь у меня еще женские головы, всего лишь четыре Я, кстати, решил их так вот по четыре складывать, чтобы потом было легче доставать А тоже женских голов довольно мало Потом буду пополнять Мужских, конечно, побольше Их уже здесь у нас получается 12 штук Ну, конечно, две из них скелетные Также, конечно, в основном здесь они из LEGO Hidden Sight Потому что там у нас я переделал всех монстров И вот так вот они у меня оставались в виде человека И поэтому решил их сложить сюда, может быть, использовать для своих самоделок Также еще одна голова викинга Здесь я расположил инструменты То есть у меня, конечно, уже было в прошлой коробочке тоже место для инструментов Но сюда я решил разложить такие более редкие, что ли То есть всякие кнуты Также еще вот такая вот расческа Также еще швабра Ну, также еще небольшие инструменты Например, вот такой вот молоточек Тоже можно где-то использовать Здесь у меня расположились в основном всякие погоны И также вещи, которые одеваются сверху То есть что-то типа головных уборов Например, вот это у нас такая бандитская косынка То есть можно с этим ковбоем одевать Также здесь деталь для пожарников я положил сюда Ну, еще из интересного, вот, например, здесь у меня вяжет часть головы от Дарта Мола То есть она у нас одевалась сверху Одну давали запасную Вот я тоже сюда положил Ну, здесь у меня расположились пламя То есть всякие огни Тоже можно использовать в качестве всяких самоделок Всякие костры Делал, чтобы быстро так под рукой было Здесь у меня расположены растения То есть вот такой вот гриб самодельный И также всякие цветочки Всякие корешки тут у нас тоже присутствуют Здесь дальше целая куча вот таких вот палочек от Гарри Поттера Здесь очень много Я их особо не пользуюсь То есть некоторым персонажам вообще не дают эти палочки Но, как правило, если там надо вставить все-таки волшебную палочку Например, в одном наборе всегда дают две палочки Например, в одном использую одну бежевую И одна осталась запасная В другом опять хотят, чтобы мы использовали бежевую И я вот так вот отламливаю по две И в два набора использую А то кладу как запасную Но некоторые все-таки лежат одиночные Я не стал их отламливать Вот, например, вот эту вот оранжевую Видимо, где-то всего лишь одна встречалась А также здесь я еще расположил флаги То есть это флаг пиратов, флаг троллей И также еще два вот таких вот от Дублины Ну и также еще, чтобы что-то цеплять А здесь у нас находятся палочки То есть это из Галли Поттера запасные Оставались как палки от Лэш И также всякие палки, чтобы делать топоры А здесь у меня сокровища находятся То есть вот здесь у меня лежат всякие рубины Также 10 центов, опять мини-фигурка По-моему, с Круш Макдак запасную давали Также еще вот такой вот кристалл, черный кубок Прикольно выглядит, сюда положил И также еще вот такое вот кольцо Может показаться, что оно от Хоббита Но оно было взято из наборов по супергероям Если кто вспомнит в каком супергеройском наборе Даже даю подсказку, это был набор Marvel А давали вот такое вот кольцо, напишите в комментариях И также еще сбоку у меня расположилась еда То есть сюда я сложил вот такую вот яичницу Также еще яблоко А сосиски одна черная, видать, угорела очень сильно Также еще вот такая вот баночка с водой, скорее всего Ну и также еще вот такой вот кексик и кусочки от арбуза Также у меня, кстати, еще была вот такая вот баночка Изначально там у меня хранились головы То есть все кнуты, все кинжалы, все тут лежало в такой каше Но я все рассортировал Сюда я положил вот такие вот гладкие детальки В основном, конечно, здесь такие довольно распространенные То есть, допустим, всякие кассеты Также еще вот из LEGO City У нас был плакат о розке Но есть также еще интересные, например, вот такие вот компасы Их у меня, кстати, довольно много Это все из пиратов по Калибскому моль Как-то очень много их сыпали Вот такое количество у меня собралось из пиратов по Калибскому моль Также еще глаза миньонов Вот такой вот очень классный глаз монстра Можно использовать как-нибудь самоделки По-хорошему надо два, но у меня, к сожалению, всего лишь один А также еще вот такое вот сердечко в виде часов Это тоже, по-моему, все давалось мне фигурка Как запасной Вот я сюда все складывал Имеются вот такие вот лавовые детальки Тоже можно использовать во всяких самоделках Также можно использовать как будто какой-то радар Или же как будто какая-то антенна Он также еще очень удобно использовать, чтобы задавать всякие подвижные волосы То есть, вставляется, не одевается И довольно удобно все это крепить Ну и также еще, допустим, из LEGO Agent Ну и также еще вот такой вот носок из Галли Поттер Там, где у нас был набор с Доби Насколько я помню, это вроде старый Там дали один запасной Вот я решил положить его сюда, чтобы не потерялся А так, конечно, детальки тут в основном такие вот простые Вряд ли, конечно, где-то буду использовать Но порой что-то может пригодиться Например, можно вот глаза миньонов что-нибудь прикольное с ними собрать Также плакатик где-нибудь повесить И также еще вот такой глаз паука Насколько я помню, тоже можно задавать всякие самоделки Например, вот эти вот два можно как-нибудь объединиться Создать какого-нибудь монстра Ну что ж, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Смотрите также мои обзоры на LEGO Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!